Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о том, почему не всякая бобровая струя приносит реальную пользу при лечении простатита. А чтобы не пропустить новые видео о лечении и профилактике распространенных мужских заболеваний, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на информационный канал «Второе сердце мужчины». Так почему же есть люди, разуверившиеся в таком популярном средстве для зрелых мужчин, как бобровая струя? Ведь это препарат, прошедший проверку временем. Все дело в том, что только правильно добытая бобровая струя способна помогать. В современном мире существует два способа добычи бобровой струи. Первый. Бобра убивают, достают мускусные железы, в которых вырабатывается и хранится струя, сушат эту железу, перетирают и делают спиртовую настойку. В таком случае для того, чтобы струя была действительно эффективной, должны соблюдаться такие факты. Бобер должен быть половозрелым. А идеальное время добычи – период гона животных, то есть период их спаривания. Это январь-февраль месяцы. Однако намного более важным является то, как быстро достали мускусные железы из тела животного. Некоторые недобросовестные охотники используют капканы, в которых животные могут находиться сутками. В таком случае железа может быть испорчена продуктами распада, что придает будущей настойке неприятный гнилостный запах, ну а лечебные свойства сводят к нулю. Наиболее цена железа, добытая у бобра, который убит мгновенно, из ружья и тут же освежеван. Следующий метод добычи – без убийства животного. Бобровая струя, добытая вторым способом, намного более эффективна. Производители содержат звериные фермы, либо берут в аренду заповедник, в котором водятся бобровые семьи. Ставят на территории так называемые ловушки, рассчитанные на природные рефлексы животного. На ловушке наносят запах других бобров, чем вынуждает животных перебивать чужой запах, выпрыскивая специальные приемники чистую бобровую струю. Препараты, изготовленные на такой струе, самые качественные и эффективные, но стоят дороже. Также при официальном производстве контролируется процесс чистой бобровой струи в каждом препарате, чего невозможно достичь, используя сушеную железу. Ведь количество самой бобровой струи в каждой железе никто не проверяет, а оно может отличаться и качеством, и количеством. Надеемся, сегодняшний выпуск был достаточно информативен и раз и навсегда ответил на вопрос, почему не всем помогает бобровая струя. Выбирайте проверенных производителей и будьте здоровы! А чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал Второе сердце мужчины и жмите на колокольчик. До новых встреч!